Нам поделить ее на троих? На троих. На диете все сидят. Нет, я не ем сосиски. Сосиски можем не любить, но чем питаются дети в школе, знать обязаны. В один голос заявляют мамы учащихся начальных классов в 19-й школе. Поэтому, превозмогая личные вкусы, женщины дегустируют то, что больше по душе школьникам. Сегодня народный контроль ставит оценку комплексному завтраку, куда входят макароны с сосиской, чай с лимоном, зефир и апельсин. По-моему, все замечательно, все достойно. Вкусно, чисто, питательно, сытно. Разнообразно. Есть даже сефирка. Прямо как в санаторий. Питание как в санаторий. Разнообразие в рационе также не страдает, рассказывает заведующая столовой Мария Григорьева. За время родительского контроля претензий еще не поступало. Бывает запеканка творожная. У нас замечательный творог. Из него получается очень полезная и здоровая запеканка. Так, каше. Два раза на неделю каше. Но обязательно к каше добавляется горячий напиток. Как правило, это чай, либо какао, либо кофе детский. Бутерброд очень часто идет с сыром, или с колбасой, или с ветчиной детской. Были уже претензии какие-то? Претензий не было. И все же главные дегустаторы – это дети. Свои оценки они выражают хорошим аппетитом и чистыми тарелками. Люблю макароны и сосиски. Очень вкусно. Всем советую. Однако похвастаться качеством питания могут не все школы. Именно поэтому губернатор Андрей Воробьев в феврале дал поручение создать родительский контроль в школьных столовых. В Московской области работают более полутора тысяч общеобразовательных учреждений. Отзывы о качестве блюд родители могут оставлять на портале Добродел, направить чат-боту «Школьное питание Подмосковья» в Телеграм или передать лично директору. Напомним, что с 1 сентября учеников начальных классов будут кормить бесплатным горячим питанием.